книга открытым оком тема праздники том 18 вопрос 3208 когда разговариваешь с мулой и он понимает что мы знаем содержание корана он тут же спрашивает на каком языке мы его читали и сразу же отвергает русский перевод считая его неточным что можно на это возразить отвечает игнатий тихонович лапкин попросить его принести на арабском языке коран чтобы он указанные места сам перевел вы увидите что у него ничего не получится перевод корана требует очень больших знаний не только в языках но и в понимании той эпохи в которой складывалось само написанное само написание точно также отвечают староверы по поводу синодального перевода библии утверждая что не каньяне кавычках испортили оригинальный текст а сами за 350 лет так и не смогли перевести даже новый завет шестнадцатом томе открытым оком на страницах с 234 по 243 я привожу биографии переводчиков библии и становится ясно видно что такие колоссальные знания добыть можно только при помощи дара божия есть иные переводы библии которые мне совершенно не нравится но однако при отсутствии сонодального мы и по этим новым переводом можем понять смысл святого писания так и здесь мы пользуемся пользуемся переводом корана и ю крючковского кто он такой можем ли мы доверять его познанием арабского языка крачковский игнатий юлианович 4 16 3 1883 вильнюс 24 1 1951 ленинград советский арабист один из создателей школы советской арабистики академии ансср 1921 в 1905 окончил факультет восточных языков петербургского университета с 1910 приват доцент с 1918 профессор петроградского затем ленинградского университета профессор и член ученых советов многих учебных и исследовательских учреждений сср член ряда зарубежных академий и востоковедных обществ ан в дамаске королевского азиатского общества великобритании и ирландии немецкого востоковедного общества фламандской польской иранской ан и других автор многочисленных трудов по литературе и языку истории и культуре арабов главным образом средние века а также в новое время опубликовал тексты и переводы многих памятников средних веков и современного араб из современной арабской литературы ему принадлежат фундаментальное исследование по истории географии литературы странах мусульманского востока 7 конец 18 веков комментированный русский перевод корана м 1963 статьи и монографии по истории отечества убежного востоковедения крачковский зачинатель изучения и знаток новоарабской литературы и истории культурного возрождения в арабских странах 19 начала 20 веков большое внимание уделял описанию арабских рукописей в отечественных собраниях исследованию русско-арабских литературных связей организации издания арабских источников по истории народов ссср занимался изучением арабо-христианской литературы а также литературы и культуры средних среднего века эфиопии в кавычках видение в эфиопскую фиал филологию 1955 историка культурных и эпиграфических памятников древней древней южной аравии был инициатором создания и руководителем ассоциации арабистов ссср участвовал в подготовке многочисленных отечественных и зарубежных востоковидных изданий широкую известность получила автобиографическая книга крачковского кавычках над арабскими рукописями 1949 четвертое издание 1965 переведенная на ряд иностранных языков в том числе на арабский язык и удостойная государственной премии ссср 1951 51 года награжден двумя орденами ленина а также медальями бсе серахов 134 чтобы любители учения вникая и в эту книгу еще более преуспевали в жизни по закону и так прошу вас читайте эту книгу благосклонно и внимательно и имейте снисхождение к тому что в некоторых местах мы может быть погрешили трудясь над переводом ибо не одинаковый смысл имеет то что читается по еврейски когда переведено будет на другой язык и не только эта книга но даже закон пророчества и остальные книги имеют немалую разницу смысле если читать их в подлиннике точила и застряет мой топор а мудрый знает сколь тупое вредно сонливый глупый изрыгает вздор и хлещут в водопадах только бредни конечно с острым осторожность в купе иначе можешь тяжко навредить а мудрость за сокровища не купим трудом приобретать века острить читаемое требует огранки шлифовки многократно бы сравнить иначе ляпнешь и потомкам с равно как бы оправдываешься ты всегда при них не не зря о повторении сто пословиц знать опытом отшедших подтвердилась трудиться и тому не прикословить не расплодать бы без молитвы гнилость остри опознавай и привлекай о мудрости отточенные грани к вершинам путь неровный прилегал и у пророков их в их одеждах дранах главу и стих запомни наизусть и к месту приложи трудом украсив так зародится новый златоуст не поздоровится тогда и скрытой страсти писание точилом нарекли апостолы в своих святых посланиях в другие страны слали корабли добра добытого как бы в обычном хламе о благовестниках посмел заговорить в косноязыче и сквернословье живших их рим восхвалит и прославит крит коринфские и ждут клоаки жижа библейские ожившие скрижали а калину и ржавчину сдерут до блеска с христом прошедшие и прошлое не жаль мне сокровищем и старого теперь иное место 13 07 06 Игнатий Тихонович Лапкин